Памятники природы Нацпарка являются особо охраняемыми территориями. Все они расположены на федеральных землях. И сейчас пришло время, чтобы перевести их в федеральное подчинение. На этот счет есть приказ Министерства природы Российской Федерации. На мой взгляд, это достаточно важное и нужное мероприятие. То есть перевести из особо охраняемых территорий Краснодарского края и перевести их в особо охраняемые территории Российской Федерации. Это правильно, потому что, наверное, все, что здесь находится, оно является федеральным достоянием и должно соответствующе иметь поддержку. Разработчиком документов по изменению статуса памятников природы является Государственный аграрный университет. Именно с этими документами ознакомится сочинская экологическая общественность и решит, нужно ли такое изменение статуса участков земли, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, рекреационное и оздоровительное значение. Но не все экологи понимают, для чего нужны такие изменения. Надо сказать благодарность жителям города Сочи, которые не проходят равнодушно мимо таких знаковых событий. У них возникают опасения, а что случится, а снимут статус. Этим надо разбираться, но разбираться по-доброму, для того, чтобы защитить. Потому что второй вопрос очень важный, который сегодня будет заниматься общественность экологическая, это на сегодняшний день более 170 памятников местного значения уже прогадаться кадастрированы, муниципальные. Еще около 30 осталось. Их надо взять на учет, их надо привести в порядок, их надо выделить, чтобы все для того, чтобы улучшить привлекательность нашего города. Сохранить особые зоны в нашем городе задача в том числе и общественности. Что же касается памятников природы нацпарка, то по этой теме уже состоялся круглый стол с участием юристов, экологов, инженеров. На нем разъяснялась необходимость перевода памятников природы из режима особой охраны субъекта в федеральный. Елена Всецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.